Аппаратное освещение на этой неделе вновь прошло на промышленном предприятии областного центра, кондитерской фабрике «Волжанка». Но обсуждались не только вопросы развития промышленного потенциала региона. Губернатор отметил, что в области на высоком уровне изучается английский язык, а вот языки национальностей, традиционно проживающих на территории региона, забываются. В связи с этим Сергей Мороз выступил с инициативой запустить проект по изучению родных языков на разговорном уровне. Я не говорю о том, что все население Ульяновской области хотят, почему бы и нет. Но представители власти, как особая категория населения Ульяновской области, на мой взгляд, имеют право, возможности, желания для того, чтобы изучать эти все языки. В настоящее время культуру родного народа в области изучают в 259 школах. Для учащихся и педагогов организованы различные формы мероприятий в соответствии с стратегией государственной национальной политики России. Например, важным направлением является развитие олимпиадного и конкурсного движения школьников по татарскому, чувашскому и эрзианским языкам и литературе. В соответствии с анонсированным проектом, круг работы будет существенно расширен. Одной из традиций, выходящих за пределы одной лишь экономики, стало проведение сезонных ярмарок. Они начнутся уже в эту субботу. Притом не с Ульяновска, а с сельских территорий. Но ярмарка от рынка, от базара, колхозного там рынка, отличается существенно многими моментами тем, что вы должны ее организовать. Чтобы у вас должна быть там соответствующая символика, которая одновременно обращает людей о том, что это все проходит под эгидой власти. Чтобы у вас там была возможность прямо на этой ярмарке организовать палатку по приему по личным вопросам. Не только вас, но и ваших депутатов. Не менее важным в регионе остается завершение благоустроительных работ. В очередной раз губернатор подверг резкой критики Димитровград, где срываются сроки приведения в порядок города. Работы ведут из рук он плохо, а на основных площадках, которые были распиарены властью, губернатором, председателем правительства, значит, так сказать, там, Колесовой, ну, например, Дубовой рощи. Работы так и не начались. А люди нам говорят о том, что, а что же вы тогда делаете, господа хорошие? Сказали и, получается, обманули. Вот я не приемлю этого. Андрикане вызвали вопросы организации социального питания в муниципалитете. Особенно острыми они становятся в преддверии нового учебного года. Глава области дал поручение незамедлительно приступить к решению всех острых проблем. Вопросы, связанные с образованием и воспитанием подрастающего поколения, стали еще одной из основных тем совещания. У нас могут и должны появиться такие вот специальные участковые, полномоченные власти по профилактике преступности среди несовершеннолетних. Изменения коснутся не только профилактики преступности среди несовершеннолетних. Реформирование ждет Совет безопасности региона. Его структуры будут создаваться в муниципалитетах. Губернатор поручил уделять особое внимание охране правопорядка в районах области, как и работе с сельской молодежью. Забота должна быть направлена на тех, кто занимается воспитанием подрастающего поколения. Глава области выступил с инициативой облегчить условия труда для работающих женщин с детьми. Снизить количество часов, которые тратят на работу женщины. У нас в правительстве есть такой опыт, да? На летний период времени, у которых есть дети, любая женщина может себе позволить на час раньше выйти с работы. И мы понимаем о том, что на женщинах сейчас большая нагрузка, почему нет? Тел, у которых имеются дети. Завершение лета – это горячий период для системы образования. Полным ходом идет приемка школ к новому учебному году. Ее смогли пройти все образовательные учреждения области, за исключением 72-й школы. Там выявлено серьезные нарушения, о которых уже доложено Федеральное министерство образования. Просто представьте себе, на территории школы, точнее в здании, 10 арендаторов, один из которых занимает площадь более 300 квадратных метров. При этом первые классы набирают детей по 33-35 человек. Это серьезнейшее нарушение. У школы, в которой обучается почти 2000 ребят, отсутствует ограждение, что тоже является нарушением. В ближайшие дни на территории образовательного учреждения будет работать специальная комиссия, которая предстоит выяснить пути устранения всех проблем. По ее итогам будет поставлен вопрос об эффективной работе директора образовательного учреждения. В заключении аппаратного совещания его участники ознакомились с выполнением бюджета за 7 месяцев года. Как сообщила министр финансов Екатерина Буцкая, доходная часть его увеличилась на 2 миллиарда рублей. А это говорит о том, что экономика региона продолжает наращивать свои объемы. Егор Стоф, Новости дня, Ульяновская правда. Стоф, Новости дня, Ульяновская правда.